всем привет друзья здрасте по горячим следам записываем очередной выпуск сразу после гонки в норвегии потому что как в общем-то и ожидалось вопрос про блокировки дифференциал вызвал огромное количество вопросов фидбэка и огромный пласт вопросов пришел от тех кто не занимается автоспортом профессионально но ездят различные то практически только они пришли то есть короткие ралли спринты либо какие-то летовые гонки на не сильно подготовленных машинах это скорее всего переднеприводные автомобили какие-то может быть ход хэчи на которых они ездят и летом и зимой вот различные какие-то такие любительские покатушки и те вопросы которые освещались в предыдущем выпуске им были либо немножко непонятно либо не особо интересно потому что там мы все-таки говорили про полноприводные автомобили и про настройку автомобилей именно на на спорт на ралли и на какие-то гонки с хорошим зацепом по-хорошему не на спортивных шипах например если бить про зиму извини перебил там грыл сильно исключительно про полный привод и не затрагивали передние там задний период у меня нет в этом плане опыта поэтому все вопросы они очень однотипные такого плана что да конечно все интересно все понятно но что конкретно делать если я вот поехал на лед на передней приводной машине вот практически вот под копирку там кто-то описывает свои мы то что ты просто просто спрашивать и так далее так далее вот этот вопрос конечно я решил там поподробнее о нем что-то наговорить хотя тоже опыта нет но поделись какими-то мыслями что что конкретно ты имела ввиду да 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 вот это больше да позже мы ответим на этот вопрос а сейчас буквально несколько минут наверное возвращаясь к профессиональному автоспорта я хотел бы чтобы смыслав александров сказал о тестах перед этой гонкой в норвегии потому что удачно все после были очень интересные тесты именно в плане настройки автомобиля какие-то вещи можно сказать кардинально были изменены в итоге на выходе мы получили автомобиль на котором коле было очень комфортно а ехать и на тестах и в гонке и наверное ну будет интересно поделиться этим опытом и рассказать о том как мы настраивали шкоду зимой но на этих тестах да стоит очень удачно что была интересная дорожка такая полный метод называется гоночный вариант потому что покрытие так вышка гонки достаточно толстый слой льда чистого льда на дороге мы ставим прогреблены до гравия и мы были там не первыми на дорожке то есть уже до нас какие-то машины тренировались они накатали колею но очень похоже то что предстоит с тем предстоит гонщику столкнуться в реальные гонки собственно так оно и было поэтому я был очень доволен когда увидел дорожку который нам организаторы предложили погонять вот немножко коротко расскажу с чем мы подошли к этим тестам значит после наших первых тестов перед ралли ауксные которым проводили по фактически посмершенцы агравия и машину там как-то на мой взгляд неплохо настроили мы поехали ралли ауксные вновь перед гонкой навалило снега навалило там 4 5 такого не просто пухляка который бы не напрягал на такого мягкого как-то липкого снега вот это сильно увлажнило пилотирование и коле машина была очень некомфортно мы там по ходу гонки как-то с этим бороли сразу размягчили задний стабилизатор потому что машина была излишне избыточные здесь нервные коле мне нравилось гидравлику сильно размягчили как-то там где-то колик машине привык где-то мы там немножко ее допили но далека была от идеала вот потом уже когда внимательно изучали в какой момент что происходило там сравнивали в этот момент коля делал там с педальками и так далее так далее и где она была наиболее дискомфортно ну такое ощущение было что действительно блокировка мешает задняя блокировка мешает особенно на входе и вот на дуге там на педалирование когда какой-то ткани газа происходит очень были там такие негативные моменты которые я их отнес на проблем блокировки даже господин фонбергом на эту тему посоветовался показали моим бордо он подтвердил мои опасения что задняя блокировка рисковать но куда же там делать мягче не так и максимально мягко сделать поэтому я решил поэкспериментировать с маленьким преднатягом то есть у нас по углам рампы и по количеству пар трения была очень мягко сделано но там вполне нормальный себе преднатяг небольшой там где-то 4,5 килограмма 45 или 48 нитон на мой взгляд был как бы оптимально но оказалось что нет и я попросил ребят собрать второй такой же редуктор только с преднатягом порядка там 20 нитон порядка двух килограмм мы взяли его на тесты на теста коля начал ездить на этих настройках на которых финишировал ауксный ему категорически не понравились машина очень мягкая сопливая и везде морды вперед соответственно первое что мы сделали сначала зажали стабилизатор сразу стало лучше вот и вообще вот могу сказать что на то что мы на ауксный сначала мягче его поставили что машина была более такая пырявая более линейная здесь можно обратную проблему решали зажимали его здесь вот все реакции были линейные то есть то что вот я тогда говорил мы на тестах получили в эстонии когда зажимая задний стабилизатор мы получили более стабильную машину это был какой-то непонятно почему произошло то есть такая вещь которая ну как в дальнейшем не подтвердилась почему это произошло не знаю есть несколько объяснений ну первое наиболее такое вероятно что коли еще к машине пристрелялся у него был просто называется от нее там щенячий восторг и он не совсем четко адекватно мог сказать что ему нравится что не нравится вполне возможно что он еще сейчас нужно нюансы чувствуешь а смогли за один клик по отбою делаешь он его сразу чувствует вот тогда нет тогда там и так хорошо себя хорошо и так чуть лучше непонятно вот второй момент что была очень своеобразная дорога эта дорога которая имеет качаться с пользой для тестов она уже практически во всех поворотах такой появился свой профиль на такая уже сильно там все свешиваются в бочные и там закатали уже как-то как по трек видишь перед нами там был сильно ойтипель и ездили машины они такие следы остались такие получились как бы бортики так как бы неровная дорога вполне возможно может быть того что на мягком стабилизаторе заднее колесо внутреннее колесо лучше цепляется эти бортики и создает какой-то такой эффект создавал может быть из того что мы использовали уже сильно попиленные колеса потому что коля там только начинал ездить и не было хотел просто экономить колеса то есть первый день раскатился а второй день уже были более-менее нормальные колеса ездить кто уже у него там поймет как ехать может быть здесь какая-то действительно сильно пиленные колеса были вот на таком шипе который уже не держится сильно ложится такой эффект получился не знаю но вот просто мы и на гонке и на этих тестах попробовали все стало линейным то есть ставишь более жесткий табилизатор машина получает более избыточное лучше в руку выезжает поворот и так далее мягкие получать с мордой наружу есть ну то есть все как ожидается все как ожидается а вот да потом когда потом все таки следующим шагом поставили настройки которые мы нашли на тестах по этому смешанному со гравию стал вообще все очень хорошо поискал а вот сейчас машина более-менее неплохо и он какой-то покатался уже все раскатился и стал уже там удовольствие это делает ты стал бороться с машиной все ему нравится и мы поставили задний редуктор точно также собраны только с маленьким при натяге машина радикально поменялась на входе лучшую сторону то есть она стала очень плавно очень как бы вообще вне зависимости от того что есть там колея не это как рядом с очень серьезно было от гоночных машин до до нас который катаясь прокатана такая неравномерная она вообще как-то ли перестал их чувствовать вкатываться очень легко то есть он стал ввязать поворот мы просто в струнку что называется никак не динамическом коридоре когда там плюс-минус полметра прямо были четко и с тем углом которые нужно коль попробуйте чуть побольше угол в линию с масштаб машины на входе делать все что хочет это прям было сразу и по видео заметно его там бегу с полным восторгом все ему понравилось и еще один некий такой бонус который я не ожидал получить но получили машина стала значительно спокойнее как в быстрых поворотах ну такие которые там 140 и выше там как коллег называет очковые такие повороты машина очень там стабильно стала ехать просто что называется расслабленная рулем повернула она едет никаких прысканий никаких подруливаний то есть хотя машина там едет полным газом не менее пониженный преднатяг дал такой эффект совсем понимаю почему но приятный бонус вот но появилась конечно некий негатив никогда не бывает все только хорошо где-то хорошо где-то хуже машина стала вялая на перекладках даже я это заметил себя в правом кресле читая стенограмм да действительно то есть начинаем как бы висеть между медленными поворотами когда такой твистый как называют кусочек вот когда нужно быстро проехать машина на выходе как будто на неохотно с одной дуге ну да она все плавно делать но вот это так лиц и сделать какая-то на перекладках появилась вот стали пытаться с этим бороться сначала путем зажимания зажатия отбоя на задней оси проблему решили но появилась другой некой тип машина стала нервная нервная в средних дугах она опять же вот на каких-то неровностях так далее такая легко компенсируемая но едешь и некомфортно чувство ждешь когда ее куда-нибудь там шатринет или там дернет еще что-то тогда мы вернули отбой назад и нашли хорошую настройку именно медленным сжатием ну то есть там еще там плюс-минус один-два клик какой-то баланс искали по отбой там еще что-то не радикально радикально мы поджали медленное сжатие тем сам практически не до конца но практически убрали вот эту как говорится вялость на переклад машина старшина стала четко ехать то есть она четко за рулем то есть у него нет такого что ты ждешь когда там задница закончить по обочинам ездить вот в итоге получилось очень неплохо такое прям бодрое да и даже видно по видео насколько коля спокойно едет вот муж выложишь бот ну да смотрите ссылку в описании выложим видео до штатно то есть не то что коля там уже выложил видео с шлема широким и такая она динамично смотрится все но с него ничего не понятно что голова трясется так далее это так это больше ух как круто для такого выкладывателя а вот да а тот каждом видео с которым я работаю но без телеметрии там не надо всякие там рули педали тогда там вот просто видео там там две камеры она видно видно как полярует тара видно как едет машина посмотреть насколько все это происходит спокойно при том что там уже колеи такие нехилы и такой не совсем равномерное покрытие а тем не менее все очень бодро происходит посмотрите либо в конце либо просто там как-то сделано да будет ссылка в описании открывать и все это было возможно потому что у нас есть возможности так загружать механиков работать с блокировками но вот возвращаясь к людей с техническими возможностями возвращаясь к любителям которые ездят какие-то покатушки не всегда есть такая возможность диапазон выбора по блокировкам и так далее окей что делать да на все расскажу сейчас вот почему все-таки это дело нет опыта мы вот на переднем природе хоть и ездили какой-то момент то есть я ни разу ничего не делал ни разу не возникало такой необходимости то есть штатная установки блокировка то рекомендует завод-изготовитель там я даже не помню по-моему суммарно по 6 пар трения там 10 килограмм при натяге вот и вот мы как собирали и ничего там не меняли вот сюда ездили и зимой на боевом шипе по льду и на гравии или асфальтовые гонки и даже в кольце когда коли ездил мы ездили с той же самой блокировкой не было попытки что-то с ней делать не мешало но она работала абсолютно нормально машина ехала адекватно и не возникало вообще никакого там желания что-либо менять то же самое вот есть нас бэха в 36 кузове на котором мы тренируемся там тоже стоит какая-то блокировка но никакая так не буду называть конкретно очень блокировка которая стоит с со всеми где-то заводскими установками максимальным дисконфигурации собрана меня все устраивает вот есть в поэтому небольшой вопрос как раз когда вот ездишь на маленьком шипе зимой на тренировочном на осенном колесе мы на ней не катаемся но по те задачи которые тренировочные которые у меня стоят перед этой машиной все абсолютно адекватно тоже поэтому не экспериментировал понятно что поменяешь что-то блокировки на заднем приводе кэш попроще там результ разобрать на переднем это вообще геморрой на все коробку раскидывать вот поэтому вроде решая как бы устраивается и устраивает поэтому опыта нет то есть что касается езды вот а-ля тайм атак на по льду я вообще никогда этим занимался никогда не гонял по льду на серийном колесе на шиповом не на шиповом крышки по катушке там поэтому проезжаешь заехать прокатишься но это не серьезно я не ездил на спортивном автомобиле на такого таком колесе поэтому опыта нет в данном случае я попытаюсь тем не менее поделиться конкретными рекомендациями как бы я это делал как бы я настраивал машину а если бы скажем мои сыновья решили поехать такие гонки мне нужно было бы для них так машину настроить конкретно чтобы я делал как бы я ее настраивал для первых тестов вполне возможно пришлось потом бы что-то переделать но я бы с этого начал и мне кажется что вероятнее всего по блокировке было бы правильно немножко расскажу теперь вот еще раз по блокировке блокировка работает от преднатяга минимально до некого максимума максимума когда полный газ в которой она рампы распёрли и вот она блокирует вот некая некая график от этого минимального сеть максимальный максимальное значение допустим я был бы я не знаю какой он его можно примерно прикинуть я был бы инженером какой бы я его сделал то есть у тебя колесо а предположим переднеприводная машина у тебя как на колесо приходится на преднете нам ну допустим 300 килограмм до 300 килограмм коэффициент сцепления единица радиус колеса 30 сантиметров соответственно этот момент который нужен чтобы сорвать колесо пробукс равен соответственно 300 килограмм умноженное на 0.3 но это условно говоря там где-то делал к 90 100 килограмм чтобы нужно момента приложить колесу чтобы она пробуксовала соответственно в повороте там еще что-то когда машина там разгружается то есть вот эта разница в этих моментах как бы срывающих она может доходить примерно тоже где-то до 100 килограмм то есть блокировку вот нужно сделать от минимального определенного тяга там за 8-10 килограмм который делается там на асфальт на передние блокировки до вот этих 100 ну вот такие вот вот характеристика блокировки серийный который например подается который вы покупаете и ставить на свою машину я практически уверен что 99 процентов и блокировки именно сделан для езды по асфальту для использования на треке что-то еще может кто-то там для подгравить делать но они опять же радикально не отличаются то есть это достаточно жесткие блокировки и они категорически не будут работать на голом льду на серийном колесе то есть они будут крайне жесткими даже там по всем по характеристике вот чтобы я сделал то есть в первой ситуации я бы вычислил какой нужно сделать преднатяг на этой блокировке это может делать двумя способами первый способ измерения вы приехали на трассу который планируете гоняться встали но либо она на вашей машине если мне еще не установлена блокировка если вы уже туда умудрились ее скрячить и мучаетесь то возьмите такую же машину либо похоже самое главное на нее прикрепить прикрепить и такое же колесо на котором будет есть но в смысле такую такую же резинку выхали встали на асфальт взяли деле и нам метрический ключ на ступичную гайку и померили просто мы вот если специальных голов которые для измерения преднатяга момента либо обычно просто где матричным ключом подбирая там разных ради пока вот щелчок ключа не совпадет с моментом проворачивания колеса на асфальт просто померили тот момент который нужно на льду который нужно чтобы провернуть колесо на льду это такое тупое измерение второй способ это разогнаться скажем там до 70 км в час 72 км в час 20 метров в секунду если будете рассчитывать и в определенной точке начать максимально тормозить как только вы можете машину остановить и почти посчитать тормозной путь зная начальную скорость и длину тормозного пути коэффициент ускорения замедления и соответственно коэффициент трения вычислить крайне несложно то есть если сами не помню как это делать потому что там в школе есть может вас брат как говорится младший еще в школе учится все это как бы там первый год изучения физики это 6 или 7 классно в школе вот примитивные формулы все считается и так далее то есть насколько я помню так примерно вы получите опять же но там сколько помню там как это все работает вы получите примерно вот в моем примере там 300 килограмм на колесо усилия где-то 20-25 килограмм на метр сворачивать просто коэффициент на трение такого колеса по льду ну где-то уровень 020 25 вот так поэтому где-то получится порядка 20 вам момент который нужно чтобы колесо пошло букв ему на него передать это где-то там 20 с небольшим килограмм соответственно преднатяг должен быть около десяти процентов от этой величины не больше желательно но то есть это порядка двух килограмм лучше все-таки не не ставьте точно так и померьте может быть я ошибся может быть там ну то есть сильно ниже двух тоже наверно не стоит там полтора может быть но и там больше но не тут вы круче работ рекомендация 10 процентов от этого усилия которое вы померите рассчитать а может и померите рассчитать за средний потому что статическое динамическое немножко разные вещи в области динамической интересует но и статика тоже интересно тут можно померить а потом рассчитать если у вас совпали значения ну на это вообще хорошо вот и все правильно сделали теперь по количеству пар тренинга по рампу я не говорю что скорее всего то что вы блокировку купили вряд ли к ней прилагается там еще комплект из 20 рамп правильно понимаю но я как минимум не слышал такого какая-то одна блокировка типа вот ставь и гонять поэтому скорее всего вам доступны две из трех характеристик которые можете поменять это количество преднатяг и количество пар тренинг разобрали поменяли местами диски добились того чтобы с каждой стороны был по одной паре тренинг не больше все просто тупо по одной паре тренинг сумма на две пары тренинг на всю блокировку одна с одной стороны другая с другой стороны вот да это идет в разрез теми рекомендации которые говорили что не меньше чем 50 процентов лучше не делать но не за перегрева в данном случае про перегрев речь идет потому что настолько минимальной нагрузки при езде по голому льду на автомобиль что здесь вообще можно про нагрев не думать все замерзнет у вас там быстрее чем перегреет поэтому не падьте здесь по одному паре тренинг ничего вас перегреваться не будет конечно блокировкой не вздумайте ломиться на на летом на гоночную треку там вас как говорится может быть ждать некое расстройство а зимой точно никаких проблем не будет если вы будете ездить вот по голому льду все собрали как убедиться правильно у вас работа блокировка неправильно я бы сделал следующим образом выехал поставил бы на лед с одной стороны то колесо на котором планируете гоняться а на другую сторону какой-нибудь слик ну словом говоря максимально скользкое колесо который вообще там за лед не цепляется с нулевым коэффициентом трения ну то есть как бы вот слик это идеальный вариант ну просто какой-нибудь там хороший а-ля такое-то твердое спортивное асфальтовое колесо то что доктор прописал вот самое главное чтобы внешний размер обоих колес был одинаковый чтобы исключить необходимо прокручивание в блокировке из разных размеров совершенно верно вот и начинаете уходить на газ попробовать значит вот идеально стройная блокировка должна работать так если вы на голом льду где вы знаете вот как катук залит ну то есть вообще даже шиповное колесо не за что там толком зацепиться кроме как маленькими шипиками то есть вы начинаете разгоняться а и у вас оба колеса должны крутиться равномерно то есть не должно начать забуксовывать скользкое колесо то есть они должны одновременно оба начать блокировка должна вот эту разницу моментов которые фактически равно срывающему моменту на зацепном колесе да да на шипованном колесе оно должно держать а вот если вы на этом же таких колесах встанете на плотный там снег утрамбованный либо какой-то шиша в лёдом где относительно хороший держак то там уже этой блокировки хватать не должно то есть должно начать пробуксовывать если это происходит это идеально это неплохо потому что поймите что вы когда в повороте проходите у вас же все то что скользкое покрытие у вас не происходит сильного перераспределения веса вот поэтому разница если вы на нормально одинаково колесах ездить разница вот этих срывающих моментах на двух колесах будет не очень большая она там не будет 20 килограмм она будет скорее всего начать на меньше есть какие-то моменты какое-то колесо на будет на как накиды уж совсем голимые проплешины либо там на какие-то кочечках там подскакивать еще что-то то это не проблема даже пусть лучше она пробуксанет немножко чем в этот момент как бы когда она вывисает больше это моменту переходить другой благодаря жесткой блокировки она будет подсрываться лучше пусть она не срывает если она немножко под буксовывать каких-то моментах внутреннее колесо это не страшно вашему бога небольшие пробуксовки это не страшно это совершенно нормально насколько на шкоде поставить мягкий вот такая у нас ситуация возникла то есть на каких-то уходе на газ все говорится когда вот на медных процессов вот коллеги прямо чувствуется задний колесо немножко по 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 боксову это нормально это скажем не есть какие-то серьезные потери это да это некая небольшая оплата за более стабильный управляемый автомобиль поэтому вот идеально блокировка настроена так я думаю что по одной паре тления с каждой стороны будет как раз вот примерно то что вам нужно вот еще раз еще раз говорю что мы говорим про блокировки которые все таки используются для ну крица гоночной использоваться для трек еще что то если мы говорим было брокировки которые пользуются для джипов например если вы там не вы пытаетесь гоночную сделать но здесь можно это не заработать потому что там скорее всего немножко они по-другому устроены потому что у них задачка это блокировать случае пробуксовки тогда где там может быть там я просто знаю как это блокировка какие у нее особенности она скорее всего по-другому может работать здесь надо надо смотреть а вот то что мы говорим про спортивные блокировки которые сделаны скажем максимально конференции для асфальта то те рекомендации которые я сейчас выдал я думаю что я угадал вот есть не угадал заранее извиняюсь потому что прекрасно понимаю какой геморрой что-либо поменять в передней блокировке надо снять коробку все разобрать разобрать блокировку ну то есть это экспириенс еще тот если вы один у вас нет серьезного опыта но это пару как говорится зимних вечеров вам занятия на пару зимних вечеров если у вас чуть-чуть уже рука набиты вы это делаете не первый раз делали неоднократно то вполне возможно особенно если у вас есть какой-нибудь помощник то за один вечер это делается но все равно это большая работа я понимаю что это не хочется делать но это не повод если вы уже все-таки собрали такую асфальтовую блокировку и пытаясь на ездить голый лед и мучаетесь не повод ну да 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 не надо решать не надо лечить на гланды с вертолета через жопу лечить их как положено как говорится вот неправильно то есть у вас машина ездила хорошо вы поставили блокировку она стала пристала хорошо есть вы начинаете там вообще какие-то космические углы изобретать пытаться там стабилизаторами пружинами все это решить это неправильно то есть сделайте правильную блокировку вот и все вот но кроме блокировки есть еще у нас опции по настройке автомобиль мы много давайте еще тезисно поговорим то есть подвеску про потому что был вопрос хорошо хорошо да да расскажу значит давайте по порядку начнем с железа с пружин максимально мягких что такое максимально мягкие оптимальные пружины это те которые на вашу машину ставят завод-изготовитель на на модификацию максимально как говорится тихоточная то есть если мы говорим допустим у вас есть гольф вы на нем гоняетесь то она не надо ставить вот идеальный пружин это те которые на гольф самым маленьким мотором там на этом 14 ставить а вот пружины которые ставятся на конь гольф гт и уже будет жестковатой но ставим максимально мягкие пружины это вот будет оптимально значит значительно более мягкие просто то вам просто для примера то особенно на по задней оси и надо быть очень как из не боятся экспериментировать с пружинами я просто могу сказать по поводу зато я как-то там показывал всякие вариант настроек там одному гонщику очень удивлялся вот мы допустим когда если на peugeot на асфальте у нас были жесткие пружины которые 200 килограмм и мягкие так называемые которым ставили там неровные на ходовые трассы что машина более спокойно на быстрых перекладах себя вела 180 килограмм а в ралли мы используем скажем на граве там ну по в районе 30 килограмм а там газы там варианта бывает ну они 5 30 просто понимать они просто чуть мягче они просто ну там шесть раз мягче вот по морге не в шесть раз что тоже в разы отличается мягкость жестких пружин скажем от используем на кольце и на граве аж нам про асфальт вообще не говорю это пролет вообще не говорю там все должно быть все очень мягко поэтому пружины мягкие теперь пост стабилизатор либо его нет ли это мы говорим про передний значит да вот еще есть такое из моих лекций многое сделали совсем правильный вывод то есть вот на передней периодной машине чтобы вы понимали опять же конкретно передний стабилизатор он дает задает общий крен машины он а вот уже баланс как называется по железу надо искать заднем стабилизатор это ну либо там вот либо задними пружинами то есть вы сначала передним стабилизатор переднего пружины вы должны добиться то что машин должна крениться то есть еще раз говорю что все вот эти когда рассказала там кто-то не ferrari там все сделала машина которая совсем не клиентом какой электронный стабилизатор это чистая маркетинговая херня не надо не навестись машина должна крениться она не должна излишне крениться много но и не надо не должна ехать просто как утюг совсем не наклоняюсь посмотрите все машины кренится все гоночные машины кренятся там тогда просто это дает обратную связь пилоту то есть если поворачь машина у тебя сразу начинает это скользить не создав никакого крена и такую машину невозможно пилотировать она может быть хороша там сказать для рекламного какой-нибудь херни там чтобы ее впарить как он плоху но она не для гонщиков она невозможно есть конечно сильный конец и как дипа тоже есть невозможно она должна оптимально крениться если вы есть допустим там по асфальт или просто смыть как вот машина кольцевой автомобиль выезжает и ребята едут греют резину она достаточно просто есть достаточно много видео вы видите как она кренится вот ваша машина на льду должна также крениться не меньше чем собственно говоря машина которая вот пилот едет и там активно кидает ее рулем греет слик вот понятно что она не кренится на очень жестком железе за счет того что хорошие зацепы колеса у вас назад также крениться а с минимальными вещами то есть как вы добьетесь мягким пружинами стабилизатор не важно но она должна быть такая где-то мягонькая достаточно она не должна ложиться как джип на бок вот но и пугать вас излишними кренами но она не должна быть максимально стабильно это понятно да все а задняя история вообще основной подбор управляемость я бы работал занятий понятно что если мы говорим про зиму вас там какая балка стоит которая никак не регулируется на спортивных машинка стабилизатор еще засовывает допустим понятно что если мы говорим что у вас есть там балка с возможностью стабилизатор никаких стабилизатор вот имеет смысл поиграть с пружины пружина вещь недорогая можете там заказать чтобы вам на вилле пружину плюс минус там несколько вариантов именно вот моду подобрали а ее не трогайте собрали так а вот играя в мягкости пружин на жопе например с со стандартной балкой вы можете добиться достаточно интересных эффектов по управляемости например чтобы она в медных поворотах хорошо ехала и задних пружины у нас ребята делают в москве там где-то заказать можно и так далее пусть это не есть проблема стоит они космических денег и я бы рекомендовал иметь у себя несколько комплектов задних пружины разные жесткие на задних менять их очень просто прям на трек называется то есть это один человек делает это вам не блокировку поменять по углам углы штатные вот идите к штатным углам то есть задние колеса развал 0 или ну чуть-чуть немножко завалить их там не знаю ну полградуса не больше вот схождение тоже там условно миллиметр 2 ну близко к нулю морду вообще я бы поставил параллельно на вот но либо опять же штатное схождение которое как правило всегда чуть-чуть в кучу вот ну я бы мой поставил 0 развал тоже либо но либо опять же до градуса но совсем чуть-чуть вот ну то есть вообще бы поставил штатные углы не парился бы потому что минус там уровень 0 уровень 1 градусами сильно заметно не будет вот ну не вижу смысла что ну хотя может быть чуть-чуть в моду под развалить там все таки если мы начнем экспериментировать маленьким давлением чтобы пятно контакта более-менее равномерно работу но это так вот до одного градуса развалиться помор не можно вряд ли вряд ли стоит больше вот схождение 0 если развалить уж развалитесь по одному градусу то 0 точно теперь по рекомендации по колесу не по модели конкретно а по самой без резины старайтесь ездить все таки достаточно высокопрофильном колесе что никакая подвеска ничего говорится так качественно всякие мелкие неровности как непосредственно покрышка не отрабатывает но посмотреть на формула-1 что-то как они не не ломятся есть это низкопрофильные колеса вот был у меня вопрос почему формула-1 ездит на булках всякие спортивные машины на низкопрофильных колесах ну во-первых это красиво во вторых это немножко другие причины это отдельно на разгазы потом наверно как у нас передачку про резину устроим вот я и на этот вопрос отвечу но в данном случае обязательно рекомендую ездить на высокопрофильном колесе но то есть достаточно высокопрофильный и конечно есть для всех спорткаров зимние колеса с низким профилем это не потому что это хорошо а потому что просто людей уже есть такое огромное колесо и на одну не учет на зиму одеть меньше колесо поставить нельзя потому что там тормоза мешать вот только поэтому это чтобы эти мыши как и зимой могли есть на своих как говорится этих суперкарах это неправильно поверьте мне колесо правильно подобрано давление какое не скажу он экспериментирует но небольшой вот это очень важный аспект и настройки управляемости машин на маленьком профиле вы хорошо не поедете машина будет резко вот вообще добиться машин до что она должна быть очень вам поняла за поломка то есть она у нее не должно быть каких-то резких закусывание нужно как-то там сильно перебрасывать то есть очень такой эффект на дуга ты скажи скажи мне ну как будто ее ложь она раз-другую резко перебросить вот этот резкость она все равно будет на серийном колесе за счет конструкции серийного колеса но его можно попытаться минимизировать за счет гидравлики за счет давления за счет так сказать правильных пружин маленькая рекомендация как вообще вот этот баланс на перекладках делается то есть просто какая-то кусок ледового там прямяка какая-то взлетка что называется погоняйте поделайте змейку да вот именно не обычная змейка а вот там павая змейка ритмичная когда машина едет прямо просто она вот так вот едет всеми напрямую одним другим богом то есть вы должны сколь угодно долго комфортно для себя ехать вот таким с маленькими углами с большими углами тогда с любым углом с каким-то разгоняясь тормозя в общем что угодно делая но вы должны машину контролировать в в углах до предельных предельный угол этого словно говоря когда уже все чтобы передние колеса двигались прямо чтобы в это только не уже практически в лок уходит вот здесь я считаю что вот это надо уметь делать в принципе это очень важно для езды по такому сколькому покрытию вещь почему это очень важно потому что брезди на таком грицемалом зацепь очень важно уметь не работать с инерцией машины ничего лучше не учит работе с инерцией машины тема такая змейка вы и сами тренируетесь и тестируйте разные варианты вот прям можете смотри как себя машина этой змейки ведет там где вам проще ее контролировать вас это получается это значит лучше настройки если на при этом да вот еще такой часто встречаюсь вопрос ну наверно все это закончил да теперь еще маленький по пара каких-то советов да еще по настройке если вы на этой машине гоняете на асфальте по трагням то скорее всего стоит там какой-нибудь гоночное сцепление категоричка нельзя использовать гоночное сцепление в зимой вы лежаете с очень важного элемент управления как вот дрифтер называется клач-массаж да то есть когда ты чтобы что все таки мотор имеет достаточно сильную инерцию любой мотор и очень важно в каких-то местах в натяг выходить и вот педалью газа отработать в натяг не всегда получается вот иногда ты вот если ты не доходишь до точки срыва то что явно не не используешь возможности зацепа если ты чуть-чуть его прошел как срыв пошел начинает сильно раскручиваться вот этот момент очень неплохо подрабатывать сцепление вот трифтер это ну как бы профессиональный дрифтер делать это очень хорошо ну вот у них даже для это специальный гейса термин есть это позволяет очень четко регулировать степень пробуксовки колеса при должен как лица тренинги конечно этого элемента но на голом льду если если каждом так на асфальте этим приемом невозможно пользоваться серийным сцеплением она сгорит за один круг а вот то на голом льду этим приемом невозможно пользоваться скажем с керамическим сцеплением просто она очень жестко поэтому здесь надо ставить серийное обычное сцепление которое ставить штатное штатное самое где-то мягкое и на нем ехать это будет намного проще мягче и вам позволит очень много выигрывать именно вот везде медленных поворотах еще маленький совет по пилотированию очень часто мне задаваем вопрос там и обгонщиков все вот что мне такого на машине на курсе вот медленном повороте на переднем переводе я поворачиваю хлопаю по газу у меня морду наружу уносит но не хлопайте по газу понимаете по большому счету ничего не настройками не блокировками ничего сделать если вы туда всю всю мощь вашего мотора запустили на колеса которые в данный момент имеют ограниченное сцепление но конечно вы пустите сумасшедший букс у вас морда поедет наружу поэтому в медленных поворотах очень важно умение работать с газом вообще по большому счету как я вот тогда просто передать я давал совет на если у вас там турбомашина немножко притушите турбину чтобы она не пинки не давал автомобиль вообще вот если у вас любая машина атмосферность у вас должно быть настолько внимание педали газа там никаких заеданий быть никаких там дискретной работы этого дросселя все должно быть там вот вы должны прямо педалька все шарнички все идеально работать вы должны прямо четко ее чувствовать может быть там имеет смысл пружинку поменять чтобы прямо четко понимали насколько у вас работает газ потому что полного газа на голом льду где вы будете полным газом очень мало мест практически везде это какое-то это мягкое педали поэтому у вас дроссель должен быть настолько понятный обзывчивый инструмент вот часто бывает так что садишься на машину там гон там и она такая там привод педаль как бум да да ну то есть потом как бы тупо не смазанным понимаете еще что то на вот поэтому здесь должно быть все очень как бы пламенковица и вообще работа с педалью газа это такой очень тонкий и правильный навык который в котором надо нарабатывать и поверьте мне что в медленных поворотах если вы будете там поехал поддернул ручник как-то дал полный газ ну вот если вас вы так ездите это никакие настройки некие блокировки на обычном сильном колесе вам приехать как уважаем манеке на тумбу на липе не дадут понимали не на липе то есть аккуратненько аккуратненько все все наверное уже стопа понесло до того понесло нам уже надо ехать в аэропорт к сожалению поэтому у нас опять выпуск такой получился касательно блокировок ну тем интерес а так не хотели а приходилось и про про колесочек не спросил давайте анонсируем наверное следующую программу и которую мы скорее всего посвятимо зимнему колесу работе шипа и так далее потому что тоже были вопросы вот и плюс вам домашнее задание на присылайте малахов ских вопросов потому что уже аудитория хотела бы мне кажется немножко расслабиться и давайте немножко поотвечаем на каратыши которые не предполагают полутора часовых ответов знаменитых поэтому мы ждем в том числе ваших малахов ских вопросов на который с удовольствием ответим следующей программе ну да давайте то есть ярик вот хочет меня помочь всяким малаховскими вопросами вот это на тирам типа на тему насколько часто я питаюсь там и так далее сейчас очень такая интересная аудитория соблась а вот там найти посмотрю там какие-то комментарии чего что-то то есть когда видел там там тысячи там две тысячи просмотров старый выпуск меня от удивлял но не может быть двум тысячам людей интересно то что я говорю сейчас уже какая такая понятная аудитория собралась которым действительно это интересно потому что с одной стороны мы достаточно таки специфические темы затрагиваем которые интересны какому-то но относительно узкому кругу лица мне это как бы более психологически комфортно потому что каждым тебя там 200-300 человек смотри понимаешь это скорее всего это люди которые так или иначе пытаются для себя что-то важное подчеркнуть а если там тебя смотрит там тысячи человек наверное больше половины это просто людям которым вечером делать нечего вот но тем не менее вот я ли хочет поотвечаю чтобы я поотвечал на малаховские вопросы как например что я думаю об избране трампа нравится мне хиллари клинтон но нет а политики не будем но тем не менее там есть вопрос их тем не менее присылаются берем так что давайте в следующий раз про резину поговорим какие-нибудь малаховские вопросы да вставайте вопросы может снать санть можете мне можете даже коли который немножко стесняется она всегда появляется но я думаю с удовольствием ответить на вопросы в начале грядущего сезона без удовольствия но ответь мы с ним поработаем спасибо что смотрели всем пока до встречи в следующем выпуске счастливо а друзья конечно обсуждение вопроса дифференциалов не закончилась и по пути в аэропорт и по пути домой в самолете поэтому я дописываю этот видеофрагмент уже дома в самолете было шумно но тем не менее мы решили еще акцентировать внимание вот на каком моменте рассмотрим вариант что у вас заводская блокировка в которой максимальной комплектации собрано 6 пар трения и примерно 6 килограмм преднатяга не забывайте что уменьшение количество пар трений будет уменьшать преднатяг например в нашем случае который мы рассматриваем как пример если из шести пар трения вы составите всего одну пару трения то и преднатяг останется примерно в районе одного килограмма что может быть значительно ниже того который вы намерили и в общем то который считаете необходимым для себя а тут смотрите сами если преднатяг незначительно меньше того который вы планировали сделать то можно попробовать в такой комплектации блокировку если же он значительно меньше того который вы планировали себе оставить пойдите по пути увеличения количества пар трения то есть в нашем примере если мы оставим две пар трения той преднатяг будет порядка двух килограмм т.е. тут опять же экспериментируйте смотрите что вам больше подходит, но не забывайте, что уменьшение количества пар трени логичным образом уменьшает преднатяг блокировки. Вот и все, о чем хотелось сказать. Увидимся в следующем выпуске. Пока.